Приветствую, дорогое собрание, братья и сестры! Всех, кто сегодня присоединился к нам во время этого служения, мы желаем вместе прославить нашего Бога, поклониться Ему. И когда откроем Священное Писание, пусть Господь говорит, говорит к сердцу каждому из нас. Потому что каждый раз, когда мы приходим на поклонение нашему Господу, у Господа есть весть для каждого. Вы верите в это? Да, это действительно так. Читая 13 главу 1 послания Коринфяна, это гимн любви. Мы находим о том, что любовь, она все покрывает, всему верит, надеется. Господь наш есть, Бог любви, сострадание и милосердие. Поэтому о нем и повествовании в 13 главе 1 послания Коринфяна. Но есть противник Божий, который постоянно противодействует ему. И если вы хотите, то о качестве характера его противника, Божьего противника, можно сказать следующее. Это все, то, что написано в 13 главе, послании, в 1 послании Коринфяна, но наоборот. Город, потому что он не терпит, не ждет, не милосердствует, нет там ни сострадания, там есть только любовь к самому себе. Потому что гордость не позволяет Божьей любви пребывать у сердца человека, который, или мы говорим о противнике Божьем, который исполнен этого качества. Сегодня, чтобы уразуметь трагедию самой гордости, я бы хотел вместе с вами рассмотреть два разных текста по содержанию, но говорящие об одном и том же событии. Первый текст записан в первой книге Царств, во второй книге Царств, извините, Вторая книга Царств, 24 глава. Первый текст мы читаем вместе. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он у них Давида сказать, «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». Итак, вроде бы понятный текст, потому что сказано в нем, о том, что возгорелся гнев Господень на Израиле. И как результат возбудил он у них Давида сказать, «Пойди, исчисли Израиля». Давайте откроем еще одно место Священного Писания, которое тоже говорит об этом. Это первая книга Паралипоменон, 21 глава и первый текст. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Итак, видим, вроде бы одна и та же самая история, но по-разному представлено в этих текстах. Первый текст говорит о том, что Господь разгневался на Израиля. Но второй текст говорит о том, что дьявол, сатана восстал на Израиля. И читая один и другой текст, сравнивая их, вроде бы и сложно разобраться, так кто же восстал на Израиля? Кто же сейчас противодействует народу Божьему? И только в контексте можно увидеть по результатам этой трагедии, которая произошла, что на самом деле происходит. Потому что действительно Господь разгневался на Израиля. Но Он разгневался из-за того, что израильтяне, народ Его в самоуверенности, в довольстве самими собою, превознося свои заслуги, в гордости, в тщеславии, отказались от Бога Живого. И когда народ Божий отказывается от Бога, от присутствия Божия, отвергает Бога, таким образом, тогда сатана начинает действовать. И вы знаете, что если Господь отошел от народа Своего, обязательно туда приходит сатана, чтобы искушать, чтобы вводить в соблазн, чтобы действовать таким образом, что народ Божий начинает действовать против своего Бога. Исчислить, исчислить народ. То есть зачем это нужно было сделать? Попытаетесь узнать, узнаем же, настолько мы сильны в сравнении с окружающими народами. Проверим свою силу, свою мощь, армию нашу узнаем, настолько она сильна. Исчислить народ, чтобы потом вовлечь в ряды вооруженных сил народа Божия, новых и новых людей. И мы тогда узнаем, настолько мы сильны. Но сила народа Божия, сила Божией Церкви, всегда, во все века, это не в количестве людей, не у мощи, не в мудрости. А в чем? А в присутствии Божьем. Потому что Бог все во всем для детей своих, если мы полагаемся, если мы доверяем Богу. Но самое страшное, что результатом этого исчисления трагедия, которая описана в 21 главе первой книге Парелепименон и второй книге Царств, говорит о том, что 70 тысяч человек, погибших, были в результате такого вот безумного поступка. И вы знаете, что Бог принимает в этом участие. Уничтожено столько тысяч человек. И главный, знаете, так можно простым языком это объяснить, главврач больницы, в которой находилось такое огромное количество нуждающихся в лечении, выписал в один день всех из больницы и сказал следующее, что лечение бесполезно. Лечить невозможно, потому что диагноз страшный. Вы знаете, когда человек заболел, или четвертая степень, рак, опухоль, то, говорят, уже нет смысла вскрывать, потому что вскрыв опухоль, ускоряется или приближается смерть. Тоже можно сказать о гордости. Если гордость наполнила человека или общество, помочь излечить от этой болезни невозможно. Бог ничего не может предложить, никакое лекарство не помогает, потому что гордый человек все отвергает. Он сам себе Бог, он не нуждается в посторонней помощи, он не нуждается в подсказке. Вот почему погибших столько много. История Давида один из самых впечатляющих примеров опасностей, которые таят для души богатство, власть, мирская слава, то есть именно то, к чему так стремятся всегда люди. К власти, к славе. При рассмотрении этой трагедии не забудем слова человека Божия, который любил Бога и доверял Богу. Он поможет, эти слова помогут нам уразуметь данную ситуацию, чтобы мы остались на стороне Бога, продолжали Ему доверять и в таких ситуациях, когда кажется так много непонятного, что же происходит на самом деле. Не может быть, сказал Авраам, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Поэтому я вместе с Авраамом доверяю Богу в данной ситуации, что Господь поступил верно, потому что невозможно было помочь людям, которые возгордились. Человеческая гордость и мудрость слишком опасны путеводители. То, чего желает сердце, вопреки воле Божьей, последствия окажется скорее проклятием, нежели благословением. Поэтому нельзя полагаться на просто желание нашего сердца, на наши чисто любивые планы, намерения. Нужно искать Бога, воли Господней. И даже тогда, когда кажется, что это неприятно для нас, кажется, что особых благословений не ожидается от нашего выбора быть на стороне Бога и соблюдая волю Господню. Посмотрите на жизнь Давида. Когда он вам больше нравится? Когда он юный пастух, белокурый, такой симпатичный и вполне доверяет Богу? Или когда он царь? Когда он наделен властью? И когда он делает так много ошибок? Когда больше Давид вам нравится? Правда, когда он в юности своей казалось и опыта недостаточно, но он вполне уповает на Бога. Бог для него все. Он никого не боится, ничего не страшится, потому что уверен Господь с ним, Господь на его стороне. Не слишком ли много 70 тысяч? Гордость неисправима, мои дорогие. И это отображение Божьего противника. Там, где гордость себя являет, там действие противника Божьего. Там сатана во всеоружии действует против Бога и, конечно же, против нас с вами. Каина сам Бог не мог уговорить, чтобы он не творил глупости. Господь говорит, грех у двери лежит, не делая этого, но невозможно было его уговорить, потому что гордость объяла его. Вы помните, еще такого человека в Писании сказано, навал, какое его имя, такое он. В гордости своей, в безумии своем, никто не может быть советником для гордого человека. Ожидание народа, мысли народа во время этого страшного поражения было чистолюбие, гордость и независимость, а главное независимость от Бога. Я бы хотел, чтобы мы все с вами серьезно задумались о том, что верующий человек, если мы перестаем, как дети Божьи, уповать, надеяться на Бога, то то, что мы даже делаем сегодня, может быть тоже результатом нашей гордости. Наша форма поклонения, то, как мы приходим, как мы знаем доктрину, как мы величаемся, как мы гордимся этим, это тоже может послужить нам к погибели, если в центре нашего поклонения нет Бога, нет любви к Богу, нет от всего сердца, от всей души поклонений Ему. Желая таким образом быть лучшим и большим среди всех народов окружающих, перепись должна была показать разницу между слабостью до прихода Давида и силой и мощью, когда Давид пришел к власти, когда он стал царем. Понимаете, что, что бы ни творилось в народе Божьем, все благословения, которые есть в народе Божьем, это не благодаря заслугам человека, священника, пастора, царя, нет, это деяние Бога, через различные дарования собравшихся Божьих детей, поэтому ему должна принадлежать и слава, процветание и благословение, успех Божьего народа, это всегда его действие, это действие Божьей благодати, Духа Святого в сердцах уверовавших среди народа Божьего. Люди, весь народ лелеяли те же грехи или та же была самая проблема, которая и у самого Давида. Давид, царь в честолюбии в гордости, дал повеление исчислить Израиля, но народ тоже этого хотел. Поэтому знаете, что произошло? Как через грех Авесолома Господь наказал Давида, так через ошибку Давида Господь наказал всего Израиля. Потому что диагноз был один и тот же. Гордость независимость от Бога. Как же приходит гордость? Откуда она появляется? Как это произошло с Давидом? Взаимоотношения с языческими народами породили желание следовать их национальным обычаям? В нем загорелось честолюбивое стремление к мирскому величию? А когда гордость и самоуверенность возросли, тогда Давид или мы с вами не удовлетворены своим положением? нам хочет чего-то большего, чего-то такого величественного в сравнении с миром окружающим, с теми шоу, проявлениями славы человеческой в мире, и нам чего-то подобного также хочется. Что же такое гордость? Гордость это завышенное чувство собственного достоинства, самоуважения, высокомерие, осознание собственного превосходства над другими. Я больше, я лучше, я умнее. И помните текст книги Притч, 16 глава. По гибели предшествует гордость и падение надменность. Все, что связано с гордостью, это не от Бога нашего, а от Его противника, от дьявола. Бог гордым противится, говорит Писание, а смиренным дает благодать. Я никогда не бываю одна, говорит гордость, со мною всегда моя гордость и глупость. Всего, чего хочет душа, имеется в виду духовного, вечного, гордость не допустит, чтобы мы с вами держались вечной жизни. Гордость уничтожит все доброе, семя истины, вечной правды Божьей в нашем сердце. Хотите краткий тест на гордость? Хотите узнать, вы гордые или нет? Правда, я с самого начала хотел спросить, в этом зале есть гордый человек? хорошо, молодцы, тогда я тоже не гордый, потому что никто не поднял руки, но все-таки я продолжу свою проповедь, все-таки постараюсь ее завершить. А есть тот человек в этом зале, кто реагирует очень быстренько на гордого человека и узнает гордого человека, есть такой человек? Ну, тоже можете не поднимать руки, просто так можете глазом мне моргнуть. Знаете почему? Потому что тот, кто реагирует на гордого человека, оказывается ненавидит гордость других, потому что сам слишком горд и не может переносить других гордых людей. Кроме меня, такого, как я, не может быть такой, как я, не повторяется, говорит гордость. И секрет гордости очень прост, говоря современным языком. Это нулевой баланс на вашем телефоне. Нет связи с добрым, с вечным, нет, я сам по себе. Если бы нас не одолевала гордость, мы бы не жаловались на гордость других. Либо я, либо он, так говорит гордость. Один человек интересно описал коллекцию дьявола. И он написал следующим образом. Вот из чего она состоит. Кинжал зависти, молот гнева, лук страсти, отравленные стрелы чревоугодия, вожделения и ревности. Огромный набор сетей лжи, орудия уныния, сребролюбия и ненависти. Но отдельно от всех автор описывает, я видел клинышек под названием «Гордость». И дьявол давал свое объяснение. Если мне удается этот клинышек гордости в разум человека туда, забить его этот клинышек, тогда вся эта коллекция, которая перечитанная выше, она работает с такой активностью, с такой силою, что человек тогда в безумии своем идет погибли. Однажды жена вечером пыталась уразумить своего мужа. Он сказал, заявил ей, утром весьма рано, я отправляюсь в виноградник, я там буду работать целый день. Жена сказала, слушай, может бы ты скромнее говорил, может бы ты сказал, если угодно будет Господу, то завтра я пойду, поработаю в винограднике, но муж заявил очень торжественно жене своей, будет ему угодно или не будет ему угодно, я все равно пойду в виноградник. И вот весьма рано, еще было темно, он отправился в сторону виноградника. По дороге ливень с градом его так промочил его, что ему пришлось возвратиться назад домой. Он вернулся, когда еще было темно, тихо постучал в окно и жена спросила, кто там? И муж ответил, если будет угодно вам, это ваш муж вернулся домой. Оказывается, Бог может смирить нас, как вы? Может! так заявил великий правитель когда-то Всемирной империи, Вавилонской империи, Наук Доносор, он сказал, помните, Бог может смирить ходящих гордо. И это все произошло после того, когда семь лет, что делал Наук Доносор? Да, по острову. После этого, оказывается, разум приходит, возвращается, после этого возможно помочь человеку. Думаю, нам с вами будет интересно узнать, что же ненавидит Господь. Интересно написано в книге Притч, 6 глава, 16 текста. На первом месте смотрите, что стоит. Глаза гордые, а потом уже язык лживый, руки проливающие кровь невинную, сердце кующие злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству, лжесвидетельств наговаривающие злое и сеющий раздор между братьями. Господь говорит, я это ненавижу. Ненавижу и, оказывается, помочь не могу в таком состоянии. Вы хотите знать симптомы гордости? Даже если нет ни одного гордого человека в этом зале, но все-таки симптомы гордости. Если мы гневливы очень, нетерпеливы, раздражительны, не желаем прислушаться к советам и обличениям. Если вы видите, кто-то подходит к вам еще обличать вас такую величину, обличать собирается, наставить вас в чем-то хочет, не сдавайтесь, потому что гордость никогда не перестает, как и любовь. Помните, с 13 главы 1 послания Коринфянам, любовь к смерти дойдет, но не сдается. Любовь, им очень нравится, извините, гордость, им очень нравится провозглашение титулов, когда называют кто он, ваше величество, обязательно по отчеству, чтобы кто-то не промахнулся, не унизил таким образом. И упрямство сопровождает гордого человека. Я хочу того, что мне хочется, когда мне этого хочется, всегда этого хочу. Гордость, она обидчива. Я лучше других, я учитель других, беседа монолог. Я только говорю, вы слушайте, не любит просить, забывает благодарить, всегда выигрыш, я всегда выигрываю, завидует, другие менее компетентны, чем я, нам все должны, выгодно только мне должно быть в том, что я делаю. Примеры гордости в Священном Писании можно увидеть. Строители Вавилонской башни, царь Озия, которого упрашивали, не делая это, потому что это дело священника, но все равно это сделал, пока проказа не покрыла его и остался до дня смерти своей в проказе. Саул, которого искали вначале в обозе, но потом в гордости своей, он не желал никому уступить. Царь Ирод, как Бог, оказался, что он не Бог, а он просто человек, грешный человек, и смерть отсюда ужасна. И в конечном итоге сам хозяин гордости это сатана. Он восстал против Бога, и ему очень нравится, когда мы в гордости своей, когда мы превозносимся над всеми. Служение Иисуса Христа, Служение Христа это суд над гордостью. Его рождение скромное, скромная жертвенная жизнь, отданная для служения людям. И во время обсуждения очень важного вопроса, когда люди говорили, кто из нас больше, Христос тогда начал умывать ноги ученикам Своим. Смирение Иисуса Христа Вот где наше лечение от гордости. Поэтому сегодня и мое пожелание от имени Господа прошу вас, давайте придем к нашему лекарю, о котором сказано, если смирится народ мой, я что сделаю, Господь говорит, я услышу вас. Далее Христос говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И слова Давида мне особенно нравятся, вот за что его любит Господь. Он сказал следующее, унижусь пред Богом моим, еще более унижусь, потому что он Бог достоин того, чтобы в смирении его дети ходили пред ним. Аминь. Помолимся нашему Господу. Господи Божий наш, с благодарением народ Твой приходит к Тебе, мы поклоняем, сопрославляем Твой подвиг любви, благодарим Господи за то, что Ты есть любовь, Бог любви и сострадания всякого милосердия. но мы также с ужасом понимаем, Господи, что Ты не можешь помочь там, где овладела нашим человеческим сердцем гордость. Мы тогда способны творить безумие, мы не способны логически мыслить, давать оценку нашим поступкам, никто не может нам помочь, подсказать, потому что мы тогда руководимы совершенно другой силой, которая противодействует Тебе, нашему Богу. Помоги нам, Господи, сейчас в особом смирении довериться Тебе, нашему Богу. Пожалуйста, Господь, не выписывай нас из Своей больницы, а пусть силы Святого Духа, жертвы и заслуги Христа, исцеляющим действием сокрушит нашу гордыню, чтобы в смирении пред Тобою мы продолжили путь следования за Тобою нашим любимым Господом и Учителем. Аминь. Гордынюю Гордынюю Гордынюю